Здравствуйте мои дорогие любители пасхалок, отсылок и вообще всего интересного в видеоиграх. В сегодняшнем выпуске я решил поискать все это в компьютерной игре Первый Тамплиер, которая была разработана компанией Химимонг Геймс и выпущена в мае 2011 года. Хотя игра получила множество негативных отзывов от критиков, мне лично она понравилась, так что я смело ее могу рекомендовать всем любителям средневековых сражений на мечах и прочей тамплиерской романтики. Ну а сейчас прошу воспринимать самое удобное положение перед мониторами и припастись на время просмотра чем-нибудь вкусненьким, а я уже перехожу к показу всего, что мне удалось отыскать. Ну и в самом начале выпуска хочу вам сразу же рассказать об одной из самых любимых ваших пасхалок, о знаменитом крике Вильгельма, звуковом эффекте, который очень часто создатели используют в кино и видеоиграх. Тут мы его слышим практически на каждом шагу, и каждый пятый убитый нами враг перед смертью издает именно этот крик. Ну и в игре присутствует множество отсылок к легендарному фильму, снятому по произведению Толкина «Властелин колец». Когда в темнице на наших героев нападают разбойники во главе с одноглазым Исаей, Руланд, прикрывая отход Селиана и Мари, выкрикивает «Бегите, глупцы!». А ведь точно такие же слова говорил Братству Кольца чародей Гэндальф Серый, падая в пропасть вместе с демоном Балрогом. Другая фраза из этого же момента в фильме «Ты не пройдешь» тоже имеет в игре место. В фильме ее произносил Гэндальф, стоя на тонком каменном мосту, опять же огромному огненному демону Балрогу. Тут ее говорят трое черных рыцарей, устроивших нашим героям засаду в лесу. Только вот она повторяется в оригинале. К сожалению, наши же горе-алкализаторы ее немного изменили. В игре есть сцена, в которой наш бесстрашный Селиан вызывает генерала Сарацинов по имени Музафар на дуэль перед стенами крепости, на что генерал, останавливая своих людей, соглашается на вызов. В итоге от этого безумного поступка он и погибает. Так вот, в фильме «Троя» 2004 года выхода была практически идентичная сцена, в которой Ахиллес точно так же вызывал на поединок Гектора, и в итоге так же последний и погибает на глазах у своего народа. Присутствует в игре и один очень интересный момент. Прибыв в Ла-Рошель, нам предстоит пережить ту самую Пятницу 13, с которой и пошло мифическое значение этого числа. Ведь именно в пятницу 13 октября 1307 года французский король Филипп IV приказал арестовать членов Ордена, включая все его верховное руководство. В результате последовавшего процесса по обвинениям в ересе и богохульстве его членов Орден был распущен, а многие арестованные во Франции тамплиеры были подвергнуты пыткам, а позднее казнены. Так вот, через эту самую ужасную ночь и предстоит пройти нашим героям. Попомни мои слова. Мы навсегда запомним Пятницу 13. Зайдя в меню экипировки героев для нашего напарника Роланда де Аристида, есть один очень интересный костюм, представляющий из себя доспехи черного рыцаря, что является, конечно же, отсылкой на персонажа фильма «Монти Пайтон и Священный Грааль», которого там называют тоже черным рыцарем, и сцена встречи короля Артура с этим самым персонажем до сих пор считается одной из самых запоминающихся в фильме. В миссии «Двор замка», действия в которой разворачиваются в замке Мансигюр, как только мы проникаем внутрь, то нам придется пробиться к очередному сундуку через отряд могучих черных рыцарей, на что Селиан, увидев первого, тут же скажет, что это одни из самых лучших воинов, и могут продолжать сражаться, потеряв при этом руку или даже ногу, что опять же будет являться отсылкой к черному рыцарю из «Монти Пайтона», ведь тот во время сражения с королем Артуром точно так же рубился до последнего, и лишь только после того, как потерял практически все конечности своего тела, только тогда согласился на ничью. Походу, эти самые черные рыцари – совершенно безумные люди. «Этот черный рыцарь выглядит опасным противником». «Это один из лучших французских воинов». «Говорят, такие рыцари могут сражаться, даже если им отрубят руку или ногу». Кстати, в игре есть небольшая отсылочка к знаменитой фразе из саги о «Звездных войнах». У меня плохое предчувствие насчет этого. Ее произносит практически каждый значимый персонаж в саге, попав в какие-либо неприятности. Так вот, здесь ее произносит Селиан, блуждая по темным закоулкам подземелья. «У меня плохое предчувствие». Ну и напоследок хочу также упомянуть о финале и его двух совершенно разных концовках, которых нам нужно будет выбрать – оставить Грааль себе и тайно править миром, либо уничтожить его и уйти в небытие. При выборе любой из них наш орден все равно перестает существовать, и мы видим совершенно одинаковый визуальный ряд, отличающийся лишь монологом главного героя. «Мы живем и не знаем, что за нами следит неизвестный страж. Мудрый, добрый, бессмертный. Сегодня мы вольны жить так, как захотим. Мы можем добиваться осуществления своих желаний. Ну а на сегодня это последняя пасхалка, и поэтому я буду заканчивать. А кому понравился выпуск, не забудьте поставить под ним лайк и поделиться со своими друзьями. А также, чтобы не пропускать следующие не менее замечательные видео, скорее подписывайтесь на мой канал и нажимайте значок колокольчика. Ну а на этом все, до скорой встречи, мои дорогие друзья. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok